Далеко не каждый человек способен выйти в прямой эфир, ведь любую оплошность нельзя будет исправить, просто вырезав неудачный кадр. Но даже при хорошей подготовке и чётком сценарии не факт, что всё пройдёт гладко. Сейчас вы увидите самые необычные моменты, которые произошли в прямом эфире. Не забудьте поставить лайк под видео, если хоть раз улыбнётесь. Журналистку с ног до головы окатило водой после того, как рядом с ней промчался автомобиль. Ведущие погоды хотели повеселить телезрителей. В итоге шоу вышло ещё смешнее, чем планировалось изначально. Если лемуры вам кажутся милыми, то только потому, что вам не приходилось с ними работать. Посмотрите на этого парня. Он вовсе не выглядит счастливым. Похоже, животные в кадре только добавили ему хлопот. Журналист ввёл репортаж прямо из кабины паровоза. А в конце он должен был эффектно прыгнуть. Но репортаж закончился эффектным падением. Однако этот парень умеет посмеяться над собой. И главное, что обошлось без серьёзных травм. Эта бутылка должна была торжественно разбиться. Но ничего не вышло. А прямой эфир – это вам не съёмки фильма, когда можно переснять дубль. Ведущие тоже люди. А люди иногда поскальзываются и падают, даже в прямом эфире. Репортаж должен был начаться с того, что журналист кинул мяч в вольер к белым медведям. Но вместо с мячом он нечаянно выбросил микрофон. Да, теперь вести выпуск ему будет гораздо сложнее. Вести выпуск новостей, находясь среди коров, совсем непросто. Даже если вы понравились этим милым животным. Я бы даже сказал, чем больше вы им понравитесь, тем больше они будут мешать. Гигантский питон практически взял в заложники гостей и ведущих шоу. Теперь он управляет ими, словно марионетками. Змея обхватила ногу ведущего, и он не может сдвинуться с места. Вы увидите, что мама делает тренды с нами. Ребята ухватила голову. И теперь, извините, он уже здесь. О, глянь, стык от тебя! Я получила ногу! Окей, я готова. Он готов. Пока журналистка вела репортаж, кто-то из ее коллег решил выманить лакомством Симбернара, сидящего за ней. Женщина не смогла сдержать смех. Страусы довольно агрессивные птицы, а еще они известны своей всеядностью. Надеюсь, ведущего проглотить они не смогут, зато на микрофон одна из птиц точно положила глаз. А эта необычная птица, похоже, любит сидеть на головах у людей. Она украсила голову ведущей, словно шляпка. А вот ведущий не захотел, чтобы кто-то сидел у него на голове. Вы только послушайте, как поют эти птицы. И не забудьте, что это прямой эфир. Значит, поют они вживую. Не то, что некоторые звезды. И снова страусы. Сперва одна из птиц хотела съесть галстук-бабочку репортера, но затем другой страус чуть не откусил его ухо. Не знаю, как на самом деле зовут эту птицу, но ему бы отлично подошло имя Тайсон. Все знают, что стоять рядом с верблюдом не лучшая идея, ведь он может плюнуть. Но оказывается, что эти животные еще и неравнодушны к длинным волосам. Бедная девушка. Как, впрочем, и обезьянки. Я бы советовал девушкам с длинными волосами держаться подальше от вольеров с животными, чтобы не попадать в неприятные ситуации. О, мой бог! Настоящий профессионал сумеет обыграть любой неловкий момент, который случится с ним в прямом эфире. Быстро вскочивший упавшим не считается. Не знаю, о чем был репортаж, но в конце журналисту нужно было убежать. Видимо, со спортом мужчина не слишком дружит, поэтому телезрители увидели его падение. Если вы никогда не занимались спортом, то попробовать сразу в прямом эфире не лучшая идея. Это вряд ли хорошо закончится. Хотя, если вы не боитесь показаться смешным, почему бы и нет. Уверен, что эта девушка спортом занимается регулярно. Ей не нужно делать упражнения в прямом эфире, чтобы это доказать. Достаточно просто взглянуть на ее фигуру, и все сразу станет ясно. А героем этого выпуска новостей стал медведь. В прямом эфире он вылез из люка и убежал прочь. Согласитесь, такое не каждый день увидишь. Журналистка не в силах сдержать смех. Чтобы продемонстрировать свое мастерство, каратист должен был разбить рукой дощечку. Но парень, сидящий сзади, явно этого не ожидал и с перепугу облился водой. Для того, чтобы тебя увидела вся страна, не обязательно быть талантливым и знаменитым. Достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Похоже, этот парень чувствует себя настоящим комиком. Вот она, его минута славы. Оказывается, змеи могут быть очень даже нежными. Журналистка сама не ожидала, что этот прямой эфир пройдет настолько хорошо. Думаю, этот момент она запомнит на всю жизнь. Эти девочки подружились. Работников сцены часто недооценивают. А между прочим, именно от них зависит жизнь и здоровье людей в кадре. Этот шкаф чуть не прибил ведущих. К счастью, все обошлось. Репортер хотел продемонстрировать трюки с мячом. Но из этого не вышло ничего хорошего. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Этот парень – никудышный футболист. Зато хороший журналист. Гость телевизионного шоу немного напугал ведущую. Хорошо, что у девушки все в порядке с чувством юмора. Прямой эфир как раз и интересен с живыми и неподдельными эмоциями. Вы любите викторины и различные интеллектуальные шоу? Признаюсь честно, раньше я считал подобные передачи очень скучными. Но на этот раз участницы, которые дают неправильный ответ, снимают себя по одной вещи. Эта затея очень оживила прямой эфир и подняла рейтинг программе. Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не… ведущий погоды. Мог бы спеть этот мужчина. Взрослый и солидный мужчина, а вырядился словно балерина. Зато согласитесь, такой прогноз погоды смотреть гораздо забавнее. Кто-то надевает костюм тучки, кто-то приводит в студию корову. На телевидении работают такие креативные ребята. Не знаю, репетировали ли ведущий этот трюк или решили выехать на импровизации, но все явно пошло не по плану. К счастью, парень не покалечился, но это исключительно благодаря везению. Но больше всего рискуют ведущие кулинарных шоу. Им же приходится есть приготовленное. А это не всегда легко. Только посмотрите на выражение лица этого бедолаги. Все любят кошек, но находиться с ними в кадре далеко не всегда. Всегда приятно. Ну и характер у этой киски. А этой девушке, кажется, нравится тискать котика в кадре. Но у самого кота не спросили, хочет ли он выходить в прямой эфир. Но по его недовольной мордахе видно, что он не мечтал о карьере телезвезды. Журналист ввел репортаж из заповедника Йеллоустоун. Внезапно он заметил, что неподалеку пасется группа зубров. И все бы было ничего, но кажется, зубры его тоже заметили. К счастью, он успел вовремя скрыться. Вы знали, что уровень интеллекта свиней равен собачьему? Ведущая новостей пошутила про бургер с беконом. И кажется, поросенок это услышал и не оценил эту шутку. Далеко не все люди чувствуют себя уверенно в кадре. То же самое происходит и с животными. Жеребец по имени Коби явно разнервничался во время прямого эфира. А этому журналисту агрессивный фазан так и не дал выйти в прямой эфир. Уж не знаю, что именно не понравилось птице. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok